Маленькая Валя, так её называли однополчане. На фронте Валентина Ивановна оказалась в 17 лет, закончила курсы медсестры и, ничего не сказав маме, ушла. После известия о смерти отце стремилась не просто на войну, а именно на передовую. Её военная история началась в 44-м. Жила она в Челябинске, оттуда новоиспечённую медсестру вместе со связистками и радистками отправили в Заполярье. Командир дивизии говорит, а куда ты хочешь? Он у меня, я говорю, только в линейное подразделение. А он, а ты знаешь, что такое линейное подразделение? Мне, девчонки, если ты на передовую хочешь, пройтись в линейное подразделение. А что такое, не объяснили. Я тут же сообразила. Я говорю, это там, где нужна помощь раненым. Моего отца не смогли спасти, а я хочу сейчас. И меня забрали на батарею. Дивизия Валентины Хрящевой освобождала финские города, дошла до Норвегии. Попала Валентина Ивановна и на второй Белорусский фронт. Спасая жизни солдат, сама была не раз и ранена, и контужена. Мы освобождали Данцик, Дыни, Свинемюнды, все порты наши. И что, конечно, и я была там ранена. Сейчас покажу вам документ, где вот орденом Красного Знамени меня наградили. Там прямо в документе написано, была ранена, но не покинула поле боя. Страшным были все дни войны, рассказывает Валентина Ивановна. А вот радостный только один день Победы. Часа в два ночи, как закричал телефонист, Победа, это с восьмого на девятое. Победа, Победа. Ой, ребята, такой войны. Я прошла два фронта, не видела. Как выскочили все из окопов, как стреляли с автоматов. Обнимались. Все уже тогда плакали, плакали от радости и от того, что не дожил вот друг. В сентябре 45-го Валя Хрящева пошла в 10-й класс. В скором времени вышла замуж, родила двоих детей. Сегодня ее пожелание подрастающему поколению одно – быть сильными и готовыми к труду и обороне.